Хорошо смотритесь. Господин Друйс, господин Сидниев, господин Леян. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Я приветствую вас в интеллектуальном клубе «Что, где, когда» в единственном месте, где каждый телезритель может заработать своим собственным умом. Сегодня старт сезона Первого канала, а два дня назад, 4 сентября, мы отметили 39 лет со дня выхода в эфир первой программы «Что, где, когда». Так что нам уже пошел 40-й год. Сегодня воскресенье, 7 сентября, московское время 23 часа 13 минут, и мы начинаем прямую трансляцию первой игры осенней серии «Что, где, когда» 2014 года. Открывает осенние игры лучшая команда знатоков прошлого года, команда Константина Рудера. Экономист-математик Егор Барданов, Ижевск. Экономист Евгений Фионов, Санкт-Петербург. Математик Ирина Низамова и инженер-исследователь Никита Баринов представляют Саров. Сотрудник пресс-службы Александра Золотова, Заречный. И капитан команды, специалист по экспорту изотопов Константин Рудер, Озерск. Против команды госкорпорации «Росатом» сегодня играют Марина Воробей-Полоцк, Дания Давлечина-Перм, Антонина Снежинская-Москва, Мария Макопян-Ереван, Сектор Блиц, Анна Юденко-Краснодар, Анастасия Житихина-Белгород, Хатуна Троянова-Ульяновск, Сектор Супер Блиц, Владимир Тобыкин-Село Кострова, Кирилл Смирнов-Домодедово, Жанна Титовская, Село Накольное. Тринадцатый сектор. Осенние игры что, где, когда. Телезрители против знатоков. Играем до шести очков. Счет 0-0. Первый раунд. Уважаемые телезрители, команда Константина Рудера появилась в нашем клубе в прошлом году. Сначала она выиграла три игры подряд, получила право сыграть в финале прошлого 2013 года, и тут началась полоса поражений. 5-6 проиграли финал года и с таким же счетом финал весенних игр. Господин Рудер, добрый вечер. Таким образом, получается, Константин, что ваша команда выигрывает отборочные игры и проигрывает финальные. Давайте пока лучше так. В чем феномен ваш Краснодар? Феномен не знаю, давайте сохраним тенденцию хотя бы. Знаете, что против вас играет учитель русского языка и литературы Анна Юденко из Краснодара. Константин, знаете, что интересно? Сразу вам выпал один из двух вопросов, которые не выпали вашей команде в прошлой игре, когда вы проиграли 6-5. И сейчас мы сможем оценить, что было бы, если... Давайте. Внимание, черный ящик! Итак, господин Рудер, чтобы оказаться в этом раунде на коне, вам надо представить, что вы французы 15 века, а потом взять письмо телезрителя и сделать с ним то, что поможет вам ответить на вопрос. Внимание, вопрос. Что в черном ящике? Ребят, колок, на раунде, почтование. Может быть, свернуть и свернуть колок. Бутылку? Бутылку. А, отлично. И запустить туда. На коне. Чтобы оказаться на коне. Почему на коне? На коне. На коне. Что у нас оказалось? Как? На коне. Что можно сделать? На коне, чтобы... Сложить, отметить. А, шляпу, может быть, куда-то заворачивали, действительно, там вот, чтобы не потерялось. Шлага тогда заворачивали. Кошелек. Сделать шлага. Сделать шлага. Сделать шлага. Сделать шлага. Сделать шлага. Сделать шлага. Сапог зашить. А когда-то, наконец, это еще выиграет. Нет, ток. А, с 15 века вам надо взять письмо телезрителям? А, то есть там что-то внутри даже... Может, поможет сделать карман, но что тогда с черным ящиком? Что еще можно сделать на этот вопрос? Вложить его куда-то? Свернуть или положить во что-то? Во что можно положить? Скорее всего, положить во что-то. Что мы мне тогда тягаем? Шляпу, бутылку. На коне. На коне руки зашли. Смотрите, смотри. Хорошо, ложится. Свернуть письмо. Свернуть письмо. Свернуть письмо, чтобы положить в бутылку. Свернуть, что-то сделать. А бутылка, а входит все шляпу. А почему на коне? А не зашли на коне. Кто отвечает? Тишина. Константин, кто отвечает? Евгений Феонов ответит. Прошу, Евгений. Предположим, что нам нужно взять письмо телезрителя, свернуть его. Вы можете это сделать? Ну, давайте свернем. Возьмите письмо телезрителя. И что в черном ящике? И в черном ящике бутылка. И в свернутом виде мы его туда засунем. И таким образом воссоздадим французскую почту 15 века. А при чем здесь конь? Извините за нескромный вопрос. Вот с этим сложнее. А теперь, внимание, правильный ответ. Господа, что вы в шестером, я же говорил, что вы все французы 15 века, да, чтобы оказаться на коне, взять письмо телезрителю и сделать с ним. То есть вам, что вы в шестером можете сделать с письмом? Передать друг другу. Передайте, пожалуйста. А вы передайте, и вы передайте. Да еще оказаться на коне. В 15 веке во Франции письма передавали друг другу всадники. Такую почту называли эстафета. А у нас в черном ящике эстафетная палочка, которую спортсмены передают друг другу, как когда-то всадники передавали письма. 1-0 в пользу телезрителей. 50 тысяч рублей от Банка Москвы получит Анна Юденко из Краснодара. Интересы знатоков. Сегодня защищает директор департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Сергей Новиков. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, господин. После двух поражений вы решили сделать в команде замену. Почему вы решили заменить именно Ильдара Низамова именно на его жену Ирину? Ну, так получилось, что в резерве была именно Ирина, в резерве после отборочных туров. И это, во-первых, справедливо. Во-вторых, мне кажется, что мы сделали такую ротацию для того, чтобы влить новую кровь. Именно Ирина представляет такое творческое начало в команде. И просто в финале весенней серии именно на творческий, на вопрос, связанный с искусством, у ребят возникали проблемы. И мы посчитали, что таким образом будет заполнен этот лаг знаний и лаг информации. Добрый вечер, Сергей. Во всяком случае, Ирина сейчас, мне кажется, что я от нее слышал, что мы можем сделать с письмом. Что мы можем сделать с письмом. Интересны телезрители. Извещает вице-президент Банка Москвы Владимир Верхошинский. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, господин ведущий. Владимир, скажите, как вы считаете, в день города Москвы, подопечные Банка Москвы должны все-таки победить? Господин ведущий, для меня не так важно, кто в какой день должен победить. Для меня важно, чтобы играли по правилам и честно. А еще важно, чтобы достойные вопросы достойно вознаграждались. И мы с вами не виделись несколько месяцев. Напомните, пожалуйста, нам с вами и телезрителям, какой призовой фонд уже на сегодня накоплен. На сегодняшний день. Давайте посмотрим. 1 миллион 731 тысячи 813 рублей. Это призовой фонд. А разыграют его телезрители-участники финала года. Также, господа, напоминаю, что за соблюдением правил в нашей игре будет следить хранитель традиций клуба «Что, где, когда» Григорий Гусильников. Добрый вечер, Григорий. Григорий, скажите, вот вы давно уже у нас на программе, а вы видите разницу между соблюдением правил и охраной традиций? Это синонимы, с вашей точки зрения? Или не совсем? Иногда да, иногда нет. Потому что в наших традициях, господин ведущий, много интересного. И часто в них случаются такие вещи, которые идут в разрез с правилами. Благодарю вас. Вольное трактование правил – это часто наша традиция. Вы знаете, я хотел бы о другом сказать, если есть такая возможность. Вы как-то очень легкомысленно отнеслись к своему дню рождению. Все-таки 39 лет – это я практически ровесник передачи, это целая жизнь. И те люди, которые начинали ее смотреть в молодости, они уже пенсионеры. И это фантастическое, феноменальное явление в нашем телевидении. Я бы хотел, чтобы все здесь присутствующие поаплодировали себе создательную передачу телевидения. И все это поздравили. Благодарю вас. Все вам поаплодировали. Продолжаем игру второй раунд. Ирина Низамова. Скажите, как вам играется? Вот вы сыграли один раунд. Какие у вас ощущения? Ну, пока необычно, но хорошо. Скажите, а как ваш муж Ильдар отреагировал, когда узнал, что вместо него в команде будете играть вы? Спокойно. Спокойно? Да. Не было такого, что он с вами не разговаривал там? Нет, не было. Он, наоборот, очень хорошо к этому отнесся. А вы с радостью отнеслись, что заменили именно его? Ну, для меня это была большая неожиданность, и я даже не знаю, у меня смешанные чувства на самом деле. Кострова. Против вас играет директор сельского дома культуры Владимир Добыкин, село Кострова, Курская область. «И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьем с одним топором да долотом снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик». Записали, Константин? Внимание, вопрос. О чем это сказал автор и автора? «И не хитрый дорожный снаряд, что там?» «Это не из стройки Гоголевской? Там не было такого ничего?» «Ну, куда ты мчаешься?» «Да, Русь строит. Похоже, да? По степени. «А снаряд почему?» «Не хитрый дорожный снаряд?» «Ну, а глоба?» «Это запу, пряжка, оглобля, что вот это вот?» «Ну, ежи какие-то дорожные!» «Ну, вот это вот упряж, которая для тройки». «Это для дороги что-то?» «Алокренная!» «Что можно из...» «А что-то без венка, там не телега, там, наверное». «А, это что-то вместе с дорогой?» «Одни шопаромы?» «Что можно снить вместе?» «Да, крестьянская старая. «Сня, сейчас здесь повозка и сошка». «Сня была идея, там, сошка деревянная. «Саня можно снять». «А вот Саня телега, а?» «Саня, я снял тройку, снял». «А мы сняли все-таки какое-нибудь колесо или у стул». «Почему дорожный снаряд?» «Почему дорожный снаряд?» «Форма вопроса о чем, да?» «О чем и автора?» «О чем русская тройка?» «Ну, тогда как?» «Шла два ума, а?» «Автор, что?» «Автор, снаряда, снаряда тула». «Автор, снаряда». «Стройка, да». «Снимаешь?» «Снимаешь?» «Я заветел». «Какой мужик ты собрался?» «Мужик собрал». «Прошу, прошу, кто отвечает?» «Попробует ответить Ирина Незамова». «Прошу, Ирина, ваш дебют». «Мы думаем, что это слова из гоголевской, ну, как бы, не знаю, фразы о том, как «Русь тройка куда-то мчится», а дорожный снаряд — это, ну, пусть это будет упряж для тройки лошадей». «Автор Гоголь». «Автор Гоголь». «А теперь, внимание, правильный ответ». «Эх, тройка, птица, тройка». «Николай Васильевич Гоголь так писал о русской тройке лошадей». «Ну, господин Грихошинский, оговорочку простим». «Я думаю, простим, господин ведущий». «Мне тоже, кажется. Один-один». «Ирина, поздравляю вас». «Он не об упряжи оговорочка не упряжа, а о самой тройке писал». «Третий раунд». «Третий раунд». «Уважаемые телезрители, напоминаю, что каждый из вас может принять участие в этой игре и сразиться со знатоками». «Для этого вам нужно прямо сейчас, во время прямого эфира, отправить свой вопрос в 13-й сектор». «Адрес в интернете 13.tvigra.ru». «И когда волчок укажет на 13-й сектор один из ваших вопросов, я задам знатокам». «Господин Баринов, как вы относитесь к 13-му сектору?» «С уважением, с пикетом». «Недолюбливаете его?» «Скажем так, от него можно ждать наибольших неожиданностей». «Блиц». «Блиц». «Три вопроса, по 20 секунд обсуждения на каждой, чтобы заработать очко, вам нужно ответить на три вопроса подряд». «Господин Рутер, сегодня в «Блице» вас ждут три вопроса от Светланы Величко из Риги и французского писателя Ромена Гори». «Внимание, вопрос первый. Он притворяется бесконечным. Но я-то знаю, что он тоже всюду наталкивается на границы. И, вероятно, поэтому он волнуется и шумит». «Светлана спрашивает, о чем это гори?» «Океан?» «Париж?» «Париж?» «Ну, почему МИД такой наталкивается?» «Бесконечно большой очень город». «Просто город или бесконечный?» «Ну, Париж, все равно францам, конечно. «Бесконечный знак бесконечный». «Почему притворяется?» «Похость человеческая». «Почему притворяется?» «Фантазия». «Нет, в «Паркане не видно границ». «Прошу». «Кто отвечает?» «Константин, кто отвечает?» «Да, я отвечу. Мы предположим, что все-таки Гори так говорил об океане». «Роман, Гори говорил об океане. Абсолютно правильно. Близ продолжается. Внимание, вопрос второй. «Я открыл для себя этот ловкий и безотказный способ обезоруживать действительность в тот самый момент, когда она готова вас раздавить». Светлана интересуется. О чем это сказал Гори? «Смеяться, улыбаться, спать. Простой способ. Простой способ. Простой способ. Открыл. Простой. Кроме снаю выкатки». «А проснуться или застать?» «Напитите». «Напитите». «Прошу». «Кто отвечает?» «Евгений Фёнов ответит». «Прошу вас, Евгений. Этот способ?» «Смеяться». «Смеяться». «А теперь, внимание, правильный ответ». «Господин Верхошинский, господин Гусельников, придется разбираться. Гори говорил о чувстве юмора». «Господин Верхошинский, как вы считаете, смеяться, чувство юмора – это безотказный способ обезоруживать действительность?» «Я считаю, что этот вопрос, этот ответ можно засчитать, господин Верхошинский». «Господин Верхошинский, вас не смущает, что чувство юмора – это как бы вот на меня что-то хочет меня раздавить, и чувство юмора этим я влияю на того, кто на меня давит?» «А когда я улыбаюсь…» «Можно я с вами соглашусь?» «Вам просто не терпится». «Вы же меня спросили, извините». «Господин Новиков, а вы как считаете?» «Я считаю, что способ предполагает глагол. Чувство юмора глаголом не является». «Способ предполагает глагол». «Чувство юмора вызывает сверху, а можно смеяться и от чекотки». «Да, что делать нужно?» «Можно себя чекотить, смеяться и отключать, себя защищать». «А чувство юмора – это просто разнонаправленные действия, как субъект и объект». «Хорошо, я выслушал вашу точку зрения, а прослушав все точки зрения, решение попрошу принять господина Верхошинского. «Господин ведущий, я свое мнение менять не буду, тем более, что это вопрос Блица. Я считаю, ответ можно засчитать». «Блиц» продолжается. Решающий третий вопрос. «Когда они стареют, они непременно становятся кошмарами». Светлана Величко интересуется, о чем это горит. «Мечты и дышися». «Мечты, детские сказки какие-то». «Сны?» 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 «Сны становятся кошмарами». «А сны?» «Нет, стареются временем. Мечты или…» «Может быть конкретное что-то, не они, не они, не они. «А что конкретное?» «Как вещь?» «Города». «Непременно становятся кошмарами». «Прошу, прошу ваш ответ. Одно слово». «Пусть будут мечты». «2-1 в пользу знатоков». «Вытащили господин Гусельников, вытащили, но не при нашем участии». Уважаемые телезрители, как вы знаете, в эти дни празднуется 860-летие Москвы. И к нам на прямой эфир пришел министр культуры правительства Москвы Сергей Капков. «Добрый вечер». «Здравствуйте, Сергей». «Добрый вечер, господин ведущий. Добрый вечер, знатоки». «Вы знаете, после того, как в прошлом году при непосредственном вашем участии были отреставрированы и наш домик, и облагорожена прилегающая территория, я обратил внимание, что заметно возрос культурный уровень нашего уголка нескучного сада. Знаете, почему я сделал такой вывод?» «Почему?» «Вы знаете, теперь к началу наших игр все окрестные белки собираются вокруг домика. Им теперь тут нравится». «Ну, я думаю, что у белок уже нет проблем с питанием в нескучном саду, поэтому им нужно развлечение». «На самом деле стало видимо-невидимо. Белок, мы теперь живем не с соблами, как положено клубу знатоков, а с белками». «Сергей, скажите, пожалуйста, а вы вообще на чьей стороне всегда? Вот вы за знатоков или за телезрителей? И сейчас, вот вы бы засчитали второй ответ или не засчитали?» «А второй ответ я бы засчитал, потому что это правда блиц, и стоимость этого очка намного важнее. А когда я смотрю телевизор, я всегда за знатоков, а когда в клубе, то вдвойне за знатоков и волнуюсь больше, чем они». «Двадцать три часа тридцать восемь минут в Москве. Мы продолжаем игру. Четвертый раунд». «Мне тут сказали, что я, господин Гравков, я сказал восемьсот шестидесятилетие, конечно, восемьсот шестьдесят семь лет». «Я промолчал, потому что я привык всегда слушать ведущего клуба». «Да, вы знаете, я тоже его слушаю и понял, что что-то не так. Господин Рудер, ну, вы знаете, господин Гусельников, по-моему, уже на вашу команду обижен, вы просто имеете в виду». «Вы очень хорошо проиллюстрировали разницу между правилами и традициями. Вот вы меня спрашивали, вот это было очевидно». «А против вас играет школьница Анастасия Житихина из Белгорода. Вопрос не от самой телезрительницы. Внимание на экран». «Здравствуйте, уважаемые знатоки. Власть, религия, торговля, история находятся по четырем сторонам этого прямоугольника в площади 23 тысячи квадратных метров. Внимание, вопрос. Назовите его». «Такие компоненты. Ватикан, Слава, Собор, Святого Паула». «Компоненты. По углам». «Компоненты у нас есть». «Какие-то статуи, нет?» «Какие составляют?» «Коль-то поле какое-то, может быть, Марсовое поле. Где там?» Лиги Торговлия. Составляющие кто-нибудь записал? Лиги Торговлия. Лиги Торговлия. Лиги Торговлия. Лиги Торговлия. Может какая-то площадь в каком-то городе. 23 тысячи квадратных метров. Массовое поле? Метры. 20 тысячи метров? Культуру знает. Москва. В Москве что-нибудь. Ищите в Москве что-нибудь. Да мало. Посмотрите, это Красная площадь. Лиги Торговлия. Почему? Потому что там есть Спас. Спас на крови. Да, хорошо. А история, в чем столичный? Столичный музей. Столичный музей. Наверное, да. Да, исторический музей. Да, исторический музей, да? Торговлия. Четвертое, что у нас? Кремль. Лиги Торговлия. Лиги Торговлия. Лиги Торговлия. Власти, в США и Торговлия. Собор Василии Блаженов. Да. Итак, прошу, кто отвечает? Никита Баринов. Прошу вас, Никита. Мы предполагаем, что это Красная площадь. А четыре вот этих вот элемента. Это ГУМ, это торговля, история, исторический музей, религия, это Покровский собор, более известный как собор Василия Блаженного. Так, и что у нас еще? Власть, ну, собственно, Кремль. А теперь, внимание, правильный ответ. Этот прямоугольник, Красная площадь, 3-1. 3-1. Константин, господин Рудер, Константин, скажите, а почему Никита Баринов отвечал? Вроде это Александра Золотова версия была. Александра, я вас поздравляю. Константин, почему Никита отвечал? Потому что Никита, Саша немного волнуется, избивается, она могла сбиться, а Никита точно... И не сказать Красной площадью. Красной площадью, я помню, Красную площадь предложила Саша, но Никита... Пятый раунд, пятый раунд. Господин Баринов, раз уж вы отвечали, скажите, пожалуйста, вот год тому назад у вас была такая, на мой взгляд, команда равных. Да, вы только пришли в клуб там и так далее. Но постепенно вы превратились в лидера команды Росатом. Играть с этим стало тяжелее? Или вы себя не чувствуете лидером? У меня, честно говоря, такого ощущения нет. И зачастую на тренировках другие люди намного лучше меня играют. Да и сегодня, вот посмотрите, мне как-то без меня пока получается. Ну, Красную площадь вы все-таки сказали. Давайте посмотрим. Полоцк. Полоцк против вас играет воспитатель детского сада Марина Воробей, город Полоцк, Белоруссия. Господин Рудер, это уже шестой вопрос Марины в нашей игре. И она была одним из шести телезрителей, который обыграл вашу команду в финале 2013 года. Вопрос снят нашими корреспондентами. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. В жаркий августовский день 1906 года Олл и его подруга Бесс отправились позагорать на один из островков на озере Акочи. Узнав, о чем мечтает его невеста, Олл сел в лодку и поплыл в ближайший городок. Но все его усилия оказались напрасны. Зато вскоре после свадьбы Олл подошел к своей жене и сказал, «Благодаря той истории я придумал то, что сделает нас богатыми». Говорят, именно так появились на свет подвесные моторы Олла и Винруда. Внимание, вопрос. О чем мечтала Бесс в тот августовский день? Мороженое. Донтик не может быть. Мороженое. Мороженое, потому что не успел. Что-нибудь, что время. Может, вентилятор. А год какой? А прохладе, да, с холодильникой нет. А почему он не сумел? Утих-то, но растаял. А это может быть загорали. У него не было растаял. Да, да. Просто желание. И что, и это он откладывается в доме. Да, да, да. Еще, еще. Фрукты свежие, вина холодного. Не из еды, не из еды. Не знаю, там, платье. Ягоды, которые выросли. Мороженое. 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 Чтобы быстро ездить. Чтобы быстро ездить. Что навесло. А надо ответить, что хотела. Барышня. Я понял. Пищей понятно. Что еще может быть? Письмо отправить. Позвонить кому-то с телеграфа. Может, ночь наступила. И что? Фонарик. Фонарь, свечи. Он долго плавал? Нет, загорали. Какая ночь? Да. К тому же, жаркий. Ну и жаркий вечер. Итак, прошу. Кто отвечает? Евгений Феонов. Предположим, что барышня хотела мороженого. В тот жаркий день он так и не смог привести невесте то, о чем она мечтала. Пока он плыл на веслах, мороженое растаяло. 4-1. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые телезрители, по итогам игры Сергей Новиков определит лучшего игрока команды Константина Рудера. И вручит ему ставший уже традиционным приз. Хрустальный АТОВ. РосАТОВ. Корпорация Знаний. АПЛОДИСМЕНТЫ Господин Новиков, скажите, пожалуйста, а как в вашем трудовом коллективе относится к тому, что у вас есть своя команда что где когда? Ну, если иметь ввиду всю атомную отрасль, то опросить 262 тысячи человек, конечно, возможно, нам не представляется. Ну, я серьезно спрашиваю, да. Ну, я думаю, что рискну предположить, что люди гордятся этим хотя бы на том простом основании, что больше ни у одной отрасли такой команды нет. АПЛОДИСМЕНТЫ Господин Груссельников, ну, несмотря на ваш маленький конфликт, объективно говоря, ведь сильная команда получилась у Росатома. А так вы считаете, вот если по российским трудовым коллективам поискать, можно же найти каких-то знатоков выдающихся, так вы считаете? Да, я думаю, что у нас полстраны выдающие знатоки, потому что они когда играют во всех городах, во многих трудовых коллективах, я думаю, что если провести чемпионат среди, у меня даже в организации играют, то есть среди компаний провести чемпионат, они могут заткнуть за пояс даже и профессиональных знатоков. Да, я надеюсь, хотя бы не магистров. Да, конфликта у меня, кстати, с командой нет, потому что у меня вообще нет конфликта с объективной реальностью. Я как бы не чувством юмора, не смехом. Шестой раунд. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые телезрители, в отборочных играх осенней серии примут участие команды Константина Рудера, Балаша Касумова и Андрея Супрановича. Команда, которая будет на первом месте рейдинга по итогам этих трех игр, получит право сыграть в зимней серии. В финале осенних игр сыграет команда Виктора Сиднева. Вот они. Давайте на Виктора посмотрим. Вот они, вот они, Виктора Сиднева. А в финале, извините, а лидер этого сезона, команда Алиса Мухина, уже получила путевку в зимнюю серию, победит в финале летних игр. Так, Ереван. Против вас играет программист Мариам Акопян из Еревана. Посмотрите на экран. Эта фотография сделана по дороге в Ереван. Внимание, вопрос. Что хочет сказать этот мужчина на обочине? Что не в ту сторону поворот нарисован. А там что-то снега много, нет? Там может быть завал этот самый. Завал от поворота. Нет, горы. Он говорит, нельзя ехать там. Из-за того, что здесь снежный завал, он не видит, что там машина на повороте с другой стороны, нет? Ребят, поворот вправо, он показывает, что не слева от пущи. Может, он вообще снег говорит, вылезите снег этот. Может быть, вообще вот за снега там, скажите? Не за снега, а что ты там говоришь? Приходите ко мне в гости, ребят, я очень жду. Ну вот, допустим, показывает там дистанцию или разведка. Он и тонн показывает. Почему так? Помогает припарковаться. Нет, это... Или снегоуборочная машина проезжает, наконец, что-то такое. Ереван, горы, с горами что-то может связано быть. Тель какая-нибудь зашла. Вот этот снежный завал. Снежный завал доводил на дорогу. А, направление объезда, скорее всего. А, направление объезда, да? Да. На какое направление объезда? Хорошо направление объезда. А понятно, что туда едет. Вот это и руля машины, да, он показывает водитель. Ты объяснишь? Остановление. Итак, тишина. Отвечает. Завал. Отвечает. Константин. Картинку убрали, Женя. Вы не отвечаете? Нет, ответит Женя Феонов. Завал. Прошу. Ну, картинку вам сейчас верну. Прошу, господин Феонов. Знаете, предположим, то, что мужчина, добрый человек, показывает то, что опрометчивые дорожные службы знак повесили в другую сторону. Поэтому, чтобы водители не путались, он помогает им. Ваш ответ понятен. Скажите, Евгений, эта фотография сделана при каких обстоятельствах? Зимой. С машиной. По дороге в Ереван. По дороге в Ереван. Вы не обратили на это внимание? А рядом с Ереваном находится что? В какой? Все знают, что рядом с Ереваном находится что? Горы. 60 километров. Внимание, правильный ответ. Давайте, Евгений, вы покажите жест этот. Покажите. Давайте общий план возьмите. Вот Евгений, покажите. Ну уж, вы даете. Господин Барданов. Покажите. Покажите. Покажите этот жест. Евгений, и вы не кладите руки. И вы. Ну так, все. Покажите этот жест. Покажите. Покажите. Вот. У всех размеры разные. В 60 километрах от Еревана находится озеро Севан. И рыбаки предлагают проезжающим купить у них рыбу. Вот такого размера. 4-2. 60 тысяч рублей от Банка Москвы получит Бориам Акопян из Ереван. Продолжаем игру. Седьмой раунд. В первом полугодии этого сезона, благодаря Банку Москвы, телезрители заработали уже 4 миллиона рублей. Призываю всех, кто хочет попробовать свои силы во второй половине года, присылать свои вопросы по электронной почте, адрес вопроссобакатвигра.ру, либо по почте 127-427-Москва, улица Академика Королева, 12, программа «Что, где, когда». Также вопрос можно положить в специальный ящик в любом отделении Банка Москвы. Да, господин Верхошинский? Господин Ведущий, я как раз хотел обратиться к господину Верхошинску и попросить Банку Москвы... Вы не отвлекаетесь, господин Гусельникова, вам отзывал очком следить. Я хотел обратить внимание на предыдущий вопрос. Мне кажется, это когда чувство юмора есть, а не смешно. Что? Что-то вам, господин Гусельников, умная мысля приходит опосля. Я считаю, что господин Верхошинск, раз он засчитал Товачко, он должен предыдущий вопрос признать лучшим. Я мужик вот так показывал рыбу, потому что как раз вопрос наглядно демонстрирует, что чувство юмора есть у вас, а смеха нет. Давайте каждый раз будем заниматься своей работой, вы храните традиции. Давайте не будем отправляться на 867 лет назад, останемся в нашем дне, и против вас играет повар Хатуна Троянова из Ульяновска. Это, господа, могло бы снизить уровень выбросов на 5% за счет 20% снижения кондиционирования помещений, что снизит на 1 градус среднегодовую температуру в городах, а на полюсах на целых 3 градуса. А это, в свою очередь, позволит выжить полярным животным в условиях глобального потепления. Внимание, вопрос! Что же предлагают перекрасить активисты Гринпис? Черное, белое что-то надо перекрасить. Крыши, 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 крыши. Солнце отражается и идет обратно, все лучи. Да, белое, чтобы не накрывалось. Свероперосы, да? А или офисные здания, стеклые, например, офисные здания. Может, дороги, они черные? Дороги, отлично. А кондиционировать то что будет? А всего на 5%? Нет, за счет кондиционирования зданий. Почему выбросы это снизит? Ребят, какие выбросы это снизит? Какие выбросы это снизит? Почему? Выбросы укусил вас. Машины, если крыши, кондиционировать, что будет? Дома, крыши, не улицу перекрасить. Я сейчас и кондиционирую. Я сейчас и кондиционирую. Я не знаю, там, автономы. Вы понимаете, что? Может, новый, так помешается. Просто все отражается, все отражается. Я бы не нащу. Опять же, это еще нужно. Ваниловщина. Вот крыши перекрасить, это реально. Крыши чего? Дома, домов. Да. А потому что накондиционируй. За счет кондиционирования мы выигрываем. Может, только сам по свету? А какого ответа крыши? Все, что-то теперь выигрывает. Делайте, как пустые. Чтобы отражалось. Дорога вашей. Дорога вашей. Дорога вашей. Прошу. Прошу. Кто отвечает? Попробует Никита ответить, баринов. Прошу, Никита. Предположим, что предполагают перекрасить крыши. За счет этого дома будут меньше нагреваться. За счет этого будет меньше кондиционирования. Ну и дальше логическая цепочка, описанные в вопросе. 5-2. Гозволин Козлов. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Какое впечатление на вас производит игра ваших любимцев? Я сыграл. Ну, полное впечатление будет, когда они, я надеюсь, выиграют. А сейчас у меня впечатление от Блица фантастическое, от Красной площади. И вообще я всегда очень люблю, когда догадываются. И, между прочим, вот этот последний вопрос мог показаться очень легким. Но я, как капитан, точно знаю. Вот именно на такие легкие вопросы легче всего дать неправильный ответ, думая, что это слишком просто и надо, на самом деле, красить дороги, например. Молодец, вырубишь сегодня. Просто молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, 5-2. Восьмой раунд. АПЛОДИСМЕНТЫ Господин Гусельников, ну, у нас сегодня с вами вечер юмора, но мне кажется, что господин Верхошинский все-таки пожалеет о своем решении. Мы в разных листовых категориях, господин ведущий. Кто с кем? Я с господином Гусельниковым. Я думал, вы про меня. Нет, вас ничего боятся. Это действительно совершенно бессмысленно. Но единственное, что меня радует, это игровой стол, на который я смотрю и понимаю, что если Волчок будет благосклонен, то мы сейчас будем играть... Не будем. Он благосклонен команде, господин ведущий. В команде. Будет Домодедово. Против вас играет инженер-электрик Кирилл Смирнов, город Домодедово, Московская область. Внимание, Арас Верне. Перед вами директор французской академии Арас Верне. Внимание, вопрос. Что было в руке Верне во время написания этой картины? Ну, два пальца лук может быть держит. Может, у него трость карьяна? Ну, это лучника. В другой руке, может быть, которая за спиной? Что было? Нет, вот это будет трубка через. Одной рукой? Одной рукой, может, какой-то. Ну, не в той руке, конечно, которая трубка. Не забывайте, ребята, на экране. У него есть, что-то восточное, восточное. Чем поджигать все время? То есть, он поджигается... Что-то он прячет. Он поджигал, чтобы горела все время трубка. А, пистолет? А, пистолет? Чтобы она все время... Уголь! Уголь, лопат! Он просто уголь неприятно рисовать. А, щипцы, может, щипцы. А что цепля угля из-за этой щипцы? А что закрасили, видимо? Может быть, было, а он закрасил? А зачем он закрывает? На два пальца? Давайте обратим два пальца. Что могут значить? А может быть, сигарета? Он ее поджигает. Это же из лучника, если что. Я пальцы. Ну, то есть. Французская академия. Что, перо может быть? Академия французская. Ребят, шпага, учитель фехтования. Парапатриотизм что-то не может быть? А что? Не знаю. А что? Восточное что-то. Почему патриотизм? Француз. А все вокруг восточного. Итак, все. Тишина полная. А отвечает господин Рудер. Кто? А вы можете сказать, кто отвечает? Давайте я попробую ответить. Попробуйте. Ну, мы так поняли, что он прячет что-то за спиной. То есть не просто случайно руку так положил. И это что-то, вероятно, помогало ему постоянно поджигать трубку, чтобы она дымила, чтобы картина получилась законченной. И учитывая то, что он стоит облокотившись на печь, вероятно, может быть, он доставал из этой печки угли, которые было, может быть, не очень лицеприятно изображать на картине. И поэтому он руку... Спрятал. Спрятал. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Ну, вы знаете, господин Рудер, если бы раз Верне держал что-то, спрятав от вас, то как вам можно догадаться, что именно там? Я, честно говоря, даже и не знаю, как это можно. И то, что вы предположили, что уголь – это очень интересная версия. Господа, а кто-нибудь в зале знает, что же все-таки держал в руке? Не знаю, но версия есть. Версия какая у вас? С озвучкой, Макс. Я знаю, что Кистин держал и рисовал себя сам. Автопортрет – это ваша версия? Да. Господа. Ну, действительно, Константин, казалось бы, странный вопрос. В руке Араса Верне трубка, а спрашивают, что у него в руке. Если бы не то обстоятельство, что это автопортрет Араса Верне. И во время написания этой картины в его правой руке покажите картину телезрителям. Была кисть. 5-3. 5-3 и 70 тысяч рублей от банка Москвы получит Кирилл Смирнов. 9-й раунд. По итогам сегодняшней игры будет определён и лучший вопрос. И его автор получит от банка Москвы 150 тысяч рублей. Господин Верхошинский, у вас уже есть кандидат на лучший вопрос? Мне просто интересно. Господин ведущий, есть и не в пику господину Гусельникову, там и традициям. Обычно же выбирает вопрос победитель, выигравший вопрос. А сегодня мне очень-очень нравится вопрос про Красную площадь. Тем более день рождения города Москвы. Вам понравилось? Да. А про автопортрет не понравился вам вопрос? Тоже очень хороший вопрос, между прочим. Давайте посмотрим сверху очень важный момент. Москва. Против вас играет студентка Антонина Снежинская из Москвы. Госпожа Низамова. Да, госпожа. Ирина, скажите, а вы летом смотрели чемпионат мира по футболу в Бразилии? Ну так, одним глазком, даже краем глазом. А муж смотрел? Муж примерно так же, как и я. Одним глазком? Да. А один мой знакомый, спортивный журналист Нобель Арустамян, специально для нас нашел в одном из бразильских магазинчиков этот предмет. Внимание! Витория! Бразильский футбольный клуб «Витория» из города Сальвадор в 2012 году проводил одну акцию. И в результате футболисты вышли на поле в форме, на которой вместо красных полос были белые. Посмотрите на экран. Через несколько игр одна белая полоса вновь стала красной, потом еще одна. И так постепенно футболисты вновь стали играть в традиционной форме. Внимание! Вопрос! Какую акцию в 2012 году проводил клуб «Витория»? Акция сбора крови. Да, донорская. Еще. Солкоголем что-то в вино. А может быть четыре или пять побед подряд, чтобы сделать? Чтобы мы будем опять играть ту же форму, чтобы победили. Люди, а если вот… Абстрагироваться на цветах крови. Амазонка. Нет, если кровь, то может быть она привлечена к чему-то. Не важно. Это не важно. Назвать акцию. Может быть, полопано. В Бразилии. А кровь отшли. А кровь отшли. Переломы. Да. Борьба с радостью. Борьбу с радостью. Борьбу с радостью. Борьбу с радостью. А еще, еще. Ну, давайте подумаем еще. Ну, давайте подумаем. Встать, да. Никила, ты не рад? Нажимаешь, что думаешь? Да. Или благотворительность. Благотворительность. Ну, да. Амели кого-то, напомнили что-то. Озеро Кунчевей. На озеро, да. На озеро? Ну, красное. Ну, да. Как говорится? Красный куколок. Количество побед. Одну победу сделали. Полоску застрековались. Акция. Акция. Что да? Ну, да. Ну, да. Кто отвечает? Егор Барданов. Прошу вас, Егор. Мы предположим, что они проводили акцию по сбору донорской крови. Кто они и что собирали? У кого? Клуб, вот этот вот Виктория, проводил акцию по сбору донорской крови. И что происходило? Соответственно, они по мере необходимого количества, которое, видимо, им было нужно, закрашивали те или иные полоски на своей форме. Несмотря на то, что я задаю вам прямой вопрос, кто сдавал, вы мне по-прежнему не отвечаете. Сами футболисты сдавали. Вот. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Рудер, вы считаете, что сами футболисты сдавали? То есть это такая страшилка для футболистов? Сдайте кровь и тогда перекрасим вам. Что же вы с первой секунды сказали кровь и до сути вопросы не добрались? Белые полосы на форме господин Барданов постепенно превращались в красный. Так, в 2012 году футбольный клуб «Витория» привлек своих болельщиков, естественно, к участию в акции по сдаче донорской крови. Чем больше крови сдавали болельщики, тем больше красных полос возвращалось на форму. Акция была придумана для болельщиков, а не для футболистов. 5-4. 80 тысяч рублей получит Антонина Снежинская из Москвы. Десятый раунд. Весенней серии команда Константина Рудера проиграла, но получила возможность на реванш. Сегодняшний реванш. Но теперь, господа, в нашем зале уже пришла пора игр на выживание. Поражение в отборочной игре будет означать для команды окончание сезона. Константин, ставки очень высоки, ведь при поражении у вашей команды, кроме того, что вы не будете играть в этом сезоне, у вас еще будет очень низкий рейтинг в следующем юбилейном сезоне. Так что, конечно, после такого упустить победу будет обидно. Да, господин Новиков? Да, господин ведущий. Я давно вас не видел, как ваши дела? Спасибо, хорошо, господин ведущий. А настроение? Было пару раундов назад лучше, но надеюсь, что вернется. Супер Блиц. Три вопроса, по 20 секунд размышлений на каждой и играет один знаток. Кто останется за столом, Константин? У кого вы ищете подсказку? Никто не знает, кому оставаться за столом. Я предполагаю, что останется Ирина Низамова. Ирина Низамова. Новичок. Ирина. Спасибо. Чтобы одержать победу в этом раунде, вам нужно ответить на три вопроса подряд. Внимание. Вопрос первый. Татьяна Дудина из города Волжский прислала нам фотографию, сделанную в одном из учреждений Бангкока. Посмотрите. Фотография перед вами. Вот она. Татьяна интересуется, для чего люди сняли тапочки? Тишина в зале. Вы что? Что случилось? Потанина? Прошу, Ирина. Я думаю, что они сняли тапочки для того, чтобы занять себе место в очередь. Чтобы они сами спокойно сидели, а тапочки стояли вместо них в очереди. В Таиланде так занимают очередь. Сидишь, а тапочки за тебя стоят. Продолжаем. Супер Блиц. Внимание, вопрос второй. Сергей Курбатов из Йошкар-Олы прислал нам фотографию шкафчиков в зале ожидания аэропорта Сингапура. Посмотрите. Покажите телезрителям. Сергей интересуется, для чего предназначены эти шкафчики? Тишина в зале. Господа, что случилось такое? Прошу, Ирина. Так, я вижу на этих шкафчиках какие-то странные значки. Но еще похоже, что у них прозрачные дверки. Ну, мне кажется, что… Так, это очень маленькие шкафчики. А, может быть, это для того, чтобы заряжать там свои телефоны, например. Чтобы положил телефон, там розетка и он заряжается. И ты посмотрел, он когда зарядился, там появляется какая-то пиктограмма или что. Вот. А теперь, внимание, правильный ответ. В этот шкафчик можно что-то положить и на время оставить. Это, Ирина. Ячейки для зарядки мобильных телефонов. АПЛОДИСМЕНТЫ Ирина, в этом году еще никто не выигрывал Супер Блиц. А у вас уже решающий третий вопрос. Я попросил бы присутствующих заведения. Чуть-чуть потише себя вести. То есть, не то слово. Я больше того скажу, господин Веркашинский, если кто-то заговорит, просто засчитаю поражение и все. Я с вами согласен, господин Веркашинский. Я один раз предупредил, второй раз предупредил. До этого было на грани. Подсказки не было. Подсказок не было, подсказок не было. Господин Веркашинский, вы пока не защитник знатокова. Просто действительно не было для справедливости. Тишина. Александр Чернов из Воронежа прислал Ирина фотографию необычной чашки. Смотрите. Он интересуется, для чего придумали такую чашку. Поленчик с двумя чашки. Тишина. С survволисты描илли nm-, Прошлинино. Вот видно, что у этой чашки есть дырочка и есть такая затычка, пробочка, которая затыкает эту дырочку. У этой пробочки есть специальное приспособление или колечко, которое можно повесить, например, на брелок, ну, тоже на кольцо со своими ключами и носить с собой. То есть мы видим, что хозяин этой кружки может сделать в ней дырочку и оставить ее спокойно. То есть, например, там, где скапливается много таких кружек, может прийти человек и выпить из вашей кружки, то в данном случае он сделать такого не сможет. То есть никто чужой из вашей кружки не выпьет. То есть и для таких людей, которые хотят, чтобы из их кружки... Вы можете как-то назвать этих людей? О ком вы говорите? Даже не знаю. Брезгливые люди или какие-то... Нет, ну вот, например, вам дома с Эльдаром поможет такая кружка? Нет, нам она, в общем-то, не поможет. Мы спокойно можем взять кружку друг друга. А вот, ну, где-нибудь в каких-то более общественных местах, например, в офисах, где у всех есть свои кружки, чтобы никто не пользовался вашей кружкой. А теперь, внимание, правильный ответ. Эту чашку дизайнеры придумали специально... Покажите эту чашку для телезрителей. Специально для офисных работников, которым неприятно, если в их отсутствии кто-то пьет из их чашки. А так, вытащил ключик в пробку, и чашка осталась дыркой. Из нее не попрешь. Господин Верхошинский, но в любом случае... В любом случае, я уже... Мой наводящий вопрос был только к тому, чтобы был озвучен точный ответ. Но я бы принял его в любом случае, потому что принцип был озвучен совершенно верно. Ирина, я вас поздравляю. Сергей Новиков, я вас поздравляю. Ваша замена сработала. В решающий момент выиграли Супер Блиц. Именно тот игрок, который сегодня впервые играл. Ильдар, и вас я поздравляю. Вы вовремя уступили жене место. Мужчина, в принципе, женщинам должен уступать. 6-4. Что становится 6-4 в пользу знатоков? Команда Константина Рудера одерживает победу над телезрителями. Поднимается на первое место в рейтинге команд клуба. И становится главным претендентом на участие в зимней серии. Вот имена победителей. Александра Золотова, Никита Баринов, Егор Бартанов, Евгений Фионов, Ирина Низамова и Константин Рудер. Внимание, сейчас господин Новиков назовет там имя лучшего игрока команды. Прошу вас. Ну, я думаю, в таком финале игры двух дней не быть не может. Лучшим сегодня стала, точнее, лучшей Ирина Низамова. Ирина Низамова. Поздравляю. Крустальный Атолбат. Господин Верхошинский, а кому достанется приз за лучший вопрос? Поздравляю. Ваши позволения в день 867-летия города Москва. Приз 150 тысяч рублей от Банка Москвы за лучший вопрос получит Анастасия Житихин из города Белгорода. Вопрос про Красную площадь. Поздравляем. 190 тысяч рублей призового фонда этой игры остались неразыгранными. И вся эта сумма поступает в призовой фонд финала года на специальный вклад Банка Москвы. Теперь там 1 миллион 921 тысяча рублей. Следующая игра осенней серии состоится в ближайшую субботу, 13 сентября, уже через 5 дней, в 23 часа на Первом канале. Против телезрителей будет играть команда Балаша Косумова. Господин Косумов, как ваша команда готовится к этой игре? Все-таки вы в этом году проиграли, у вас тоже будет последний шанс, как у господина Рудера. Как настроение? Настроение замечательно, готовимся, надеюсь, нас ждет удача. Жду вас в следующую субботу, а эта игра окончена. Спасибо за игру, господин Рудер. Спасибо. 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 Спасибо.